Чего бы вам хотелось? Не я. Вот я. Но ничего, через пару лет я тоже стану известным поваром, потому что знаменитостям достаются самые красивые девушки. Ну а пока я не знаменит, у меня свой способ. Он немного болезненный, но зато стопроцентный. Ты как сейчас девушку ведёшь? Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. КОНЕЦ О! КОНЕЦ 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 КАНЕЦ А ты куда? А это, мне идти надо. КОНЕЦ Ты что, типа убегаешь? Почему убегаю? Нет, просто ухожу. Вот так вот? И все? А то, что между нами было? Спасибо, прикольно было. Прикольно и все? А что еще? Да ладно. Нет, денег у меня нет. И вообще мы с тобой так не договаривались. Я всегда знал, что буду поваром. Не милиционером, не пожарным, не космонавтом. Даже не президентом, а именно поваром. Ну как блинчики, сынулька? Родители думали, что я вырасту и передумаю. Но я вырос. И не передумал. Прием пищи окончен. На выход. И вот однажды... Вышел, лавров. Тебя комбат вызывает. Судьба вознаградила меня за мои старания. Рядовой лавров по вашему приказанию прибыл. Вот он, наш герой. Мне очень понравилось ваше выступление. Мне очень понравилась ваша солянка. Молодец. Из ничего практически шедевр. Если вдруг после дембеля захотите поработать в хорошем ресторане... Хорошим поваром. Милости просим, буду рад. Я серьезно. Ресторан Клод Мане. Самый крутой ресторан в Москве. Наверняка здесь работает лучший шеф-повар в России. Шеф, шеф, шеф! Тихо. Вас хозяин зовет. Хозяин? Ну что, уже по владельщикам страну живут? У него что, имени нет, а? Холоп. Доброе утро, шеф! Сделай средний прожарки. Да, шеф. Никогда не используй этот отвратительный коньяк. Айдура, сарка, а че балду? У него где-то, шеф. Ой, бай, мага, казкин, керек. Дерече. Дерьмо. 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 Бухал вчера. Да-да. Заметно? Приятного аппетита. Что-нибудь желаете? Воды. С газом, без газа. Литер! Все, я несу. Дерьмо. Дерьмо. Воды. Сэп. Да-дай. Все, я несу. Хотите меня? Чего? Игорю, хотите меню? А, нет, нет, спасибо. Я к Дмитрию Владимировичу, он год назад меня на работу приглашал. А, вот и он. Дмитрий Владимирович занят. Вы можете подождать его здесь? На девяносто первой минуте пропустили. Мы не свинья. Витя, не мое собачье дело, тебе пора завязывать. Дима, ресторан полон, гости довольны, конкуренты злятся. Будет наоборот, ты меня уволишь. Я сегодня вечером конкурентов приглашаю. Облажаешься, я тебя уволю. Каких вообще конкурентов? Из ресторана, которые за стеной у нас открываются, прямо на носу. Отравитель? Не надо никого травить, это наш друг открывает. Приведет своего нового шеф-повара. Из Индии, говорит, привез. Просто, говорит, красавчик порвет всех. А че они из Таджикистана? Шеф-таджик бы ему заодно и ремонт сделал. Я пойду, ладно? Не надо никуда идти, сиди. Да. Я иду сейчас. Значит, я вернусь, и мы с тобой все обсудим. Чем ты вечером будешь удивлять наших гостей. Да не ты удивляй, ты уже удивил. Дмитрий Владимирович, здравствуйте. Мы с вами встречались год назад. Помните меня? Что значит встречались? Нет. Нет. Конечно же, я не помню. Все равно большое спасибо вам, что вы нашли время посетить наш скромный ресторан. Приятного аппетита вам и хорошего вечера. Спасибо. Внимание, поезд Москва-Воронеж отправляется в третьем пути. Ну что? Да, все супер. Он меня взял. Сказал идти на кухню. Ничего, Макс. Ну тогда он туда. Хозяин ресторана – это не самый главный человек на кухне. Главное, чтобы я шефу понравился. Хозяинов орех Извините, а вы не шеф? Нет. А тебе зачем? Я на собеседование. Вот шеф. Шеф, простите, это к вам на собеседование. А, ну хорошо. Пойдем поговорим. Ну, расскажи себе, сынок. А вот мое резюме. Настоящему повару никакое резюме не нужно. Его видно по глазам. По трудолюбивым рукам. Вот я сразу увидел твой потенциал. Добро пожаловать в команду, сынок. Шеф, я извиняюсь. Там Виктор Петрович идет. Придурок это опять. Я сейчас приду, ты пей давай. Спасибо. Пассажирам бизнеса класса просим пройти ДИП-зал. Это что еще за хрень? Ты кто такой, мать твою? Эй, мужик, успокойся. Ты что здесь делаешь? Собеседование прохожу. Какое еще нахрен собеседование? Работа. Между прочим, шеф меня уже взял. Кто? Саша, ты сказал у шефа, что я просила нового имена? Я сказала, понятно, но... И все? Ты что здесь делаешь? А, да вот болтал с вашим шеф-поваром. Зовет к себе. Вот думаете или нет? Кухня, скажешь, простоват. Так, он здесь работать не будет. Кто он? Вот этот. Так, секундочку, я не понял. С каких-то пор ты стала здесь командовать? Сеня? Я. Кто здесь главный? Как, вы главный? Надо же, в этой части кухни я главный. Интересно, а в той части? Айнура! О? Кто у вас главный? Ой, Вай, вы шеф! И там тоже я главный. А стало быть, я один буду решать, кому работать на моей кухне, а кому нет. А, Гузак, ты принят в штат, будешь работать два через два. А некоторые могут отправляться в зал командовать своими официантами. А, простите, и неповторимые атмосферы нашего ресторана, за которые они несут персональную ответственность. Уняли ликование, все за работу, инвалиды. А ты чего стоишь? Иди, переодевайся. Ну? Шеф, я готов. Что мне делать? Почему не цирк? В смысле? Почему не цирк, не завод, не таксопарк, не крематорий? Чего тебе на кухню понесло? Лавров Максим. Потому что я повар. Я профессионал своего дела. Что? Кто ты? Профессионал? Иди сюда. Вон, видишь, это Сеня. Он, конечно, дуралей, но ножом тебе ноги побреет так, что ты даже не заметишь. Вон, смотри, Айнура, три года у нас работает без разрешения на работу. А вон Луи. Ежедневно наш ресторан делает сто тысяч только на его десертах. А ты так можешь? Профессионал. Вот даже она за все время работы здесь ни с кем не переспала. У тебя пытались многие. А вот это я понимаю, профессионализм. А ты что можешь, профессионал? Я готовить умею. Да ну. Внимание, тихо. Наконец-то у нас на кухне появился человек, который умеет готовить. Мы пять лет ждали его. И аллилуйя. Он пришел. Вот он, наш спаситель. Избранный. Есть работа, которая под силу. Только тебе. Шеф, есть идея. Мое фирменное блюдо. Курица в сливочном соусе со шпинатом и кедровыми орешками. Когда я работал в ресторане в Воронеже, все были от него в восторге. Супер идея. А я, пожалуй, приму твое предложение у непонятных человек, попавших случайно сегодня днем на мою кухню. Ведь твое блюдо было хитом в самом Воронеже. Федя! А? Тащи еще пять ящиков бананов. Федя, человеку делать нечего. Федя, шеф. Шеф, ну что за бред? Нафига вообще отклеиваете эти этикетки от бананов? Для баланса вселенной. Ведь где-то там, в Африке, такой же огузок, как ты, приклеивает эти этикетки. Между прочим, этот огузок умеет офигенно готовить. Хорошо. Я дам тебе шанс. У нас есть постоянный клиент. Приготовишь для него десерт? Сеня! Я здесь. Элеонора Андреевна уже здесь? Да, шеф, только что ее видел. Вот если ты сможешь угодить Элеоноре Андреевне, я поверю, что ты умеешь готовить. Окей. Ну, держитесь, Элеонора Андреевна. Этот десерт свел с ума не одну женщину. Шеф, десерт для Элеонора Андреевны готов. Все внимания. Сейчас Элеонора Андреевна будет пробовать блюда нашего новичка. За мной. Элеонора Андреевна, Элеонора Андреевна, Элеонора Андреевна. Ко мне. Прошу. Смотри-ка, не жрет. Давай поспорим. Ты приготовишь блюдо для меня. Если мне понравится, ты выиграл и остаешься. Если выиграю я, ты уйдешь отсюда голым. Согласен. Шевелимся, девочки. Надо порвать этих конкурентов. Айнура, сотейник. Моношек. Луи, 200 сливочного. Вы еще. Эпси, месье. Лёва, кролика и трюфели. Федя, кольцами. Сеня, соломкой. Как всегда. Отошел, Агузок. Папочка готовить будет. Папочка готовить. Марина Теревна Владимировича, наше встречу. Добрый день. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Добрый день. Прошу. Здравствуйте. Добрый день. Прошу. Искренне рад приветствовать вас в лучшем ресторане Москвы. Ну, пока лучше. Да. Мы открываемся через две недели. Вот познакомься. Мой шеф-повар Елена. А, вот как. Ты же говорил, у тебя шеф-повар из Индии. Не хватило все-таки на дорогого денег. Ну, почему? Это она и есть. Она работала в самом лучшем ресторане Дели. Ну, допустим, не в самом лучшем. Она скромничает. До этого в Нью-Йорке, в Венеции, да? Да, да, да. А у твоего шефа-алкоголика печень еще не отвалилась? Не волнуйся. Его печень еще твой ресторан переживет. Ну и слава Богу. Вика. Да, Дмитрий Владимирович. Подавай-ка, Вика, горячая. Гости наши проголодались, соскучились по нормальной пище. Да, только проследите, пожалуйста, чтобы совсем не было перца. Хорошо, сейчас же предупрежу шеф-повара. Виктория Сергеевна сказала, что основное блюдо для гостей можно уже подавать. Да забирай. Лева, я у себя, думаю, новое меню. Здорово, у тебя получается. Жалко только, что он этого не оценит. Но это мы еще посмотрим. Да он даже не попробует. А если попробует, ему все равно не понравится, я его знаю. Погоди. Тогда нам нужна более объективная оценка. И что? Ты ничего не видела. Угу. Настя, сколько можно ждать? Все приходится самой делать. Я отнесу. Иди работай. Ага. Что? Ничего. Ах, Виктор Петрович, что же вы наделали? Я же не знала, что гостю не нравится белый перец. А надо было знать, Виктор Петрович. Шеф, шеф, идемте скорее. Что случилось? Ты наконец-то научился готовить баранин? Шеф, в вашем людом гости травился. Дмитрий Владимирович с ними ехал. Что случилось? Это я тебя хочу спросить. Что ты приготовил? Скорее сказали, у него аллергия на перец. Неговиный утек может умереть. Как аллергия? Это не мое блюдо. Что это, Настя? Настя, я тебя спрашиваю. Это мое блюдо. Шеф, это моя вина. Я заменил ваше блюдо на свое. Хотел доказать вам. А что здесь происходит? Это забегаловка? А вы кто такая? Я шеф-повар ресторана, в котором не травят посетителей. Перец. Шеф, ну я не добавлял перца? Шеф, я вообще не думал, что это блюдо попадет здесь, я не дал, шеф. Думал ты или не думал? Ты вообще как посмел подать свое блюдо в сал? Это моя кухня! Ты моя! А ты, чтобы выпендриться, поставил под угрозу жизнь и здоровье человека. Да тебя за это не уволить, тебя за это посадить надо. Пошел вон. Алло. Да, Дим. Ну что, усатый, редко для тебя хорошие новости. Друга мы его обследовали, в него обнаружили. А не в ризму, а в орду. А что, если бы не открылась аллергия на твое блюдо? Да все, уже бабушке завтра привет передал бы. Получается, ты ему жизнь спас. Усатый, так что со стола не убирай. Сказал, выпишется, заедет, доест тебя. Давай. О, Агузов, ты еще здесь? Шеф, я все понял, не надо меня больше унижать. Ты мне мозг парил целый день. Я могу тебя унижать еще несколько месяцев. Меня оставляете? Но почему? Если я начну думать, почему я это сделаю, я тебя точно уволю. Шеф, вы что, его оставляете? Я поспорил с Айнурой, что через неделю он сбежит сам. Кстати, Агузов, ты ж проспорил. Каждый человек имеет право на второй шанс. Кто-то заслужил этот шанс долго и кропотливо работой. Некоторым сама жизнь дает второй шанс. Кто-то хочет получить второй шанс, хотя сам боится себе в этом сознаться. В общем, жизнь полна сюрпризов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...